Еще в начале 20 века теоретики были уверены, что звук никогда не придет в кино, поскольку здесь он не нужен. Кинематограф работает на движении, изображении, позах актеров. А для того, чтобы услышать речь, можно пойти в театр. Но с конца 20-х годов прошлого века кино постепенно становится звуковым. В разных странах начинается время невероятных экспериментов, в том числе в Советском Союзе. Об эволюции звука в кинематографе самарцем рассказал киновед Максим Семенов на лекции в музее-галерее «Заварка». Кино в действительности почти никогда не было немым. Оно сопровождалось музыкой. Собственно, это не только пресловутые топеры. В больших кинотеатрах, например, были органы или целые концерты. Это звуковое сопровождение. В той же Японии, мне кажется, это самый интересный пример, были так называемые бэнси. Я не знаю японский, но, насколько я понимаю, в переводе на русский это звучит как такой болтун или оратор. Это люди, которые в течение показа просто объясняли, что происходит, озвучивали персонажей. Зрители увидели отрывки из некоторых популярных советских фильмов, например, из «Путевки в жизнь» Николая Эка и «Гармони» Игоря Савченко. В этих кинолентах звук уже играет важную роль и помогает зрителям лучше понять персонажей. В музее-галерее «Заварка», которая является филиалом Самарского музея Эльдара Рязанова, проходит большой цикл лекций, посвященный кино. И лекция о звуке в кинематографе стала частью большого проекта. Мы говорили о феномене немецкого экспрессионизма, мы говорили о том, как из дореволюционного кино оно стало авангардным. Мы говорили о появлении отечественной киношколы в ГИК и о великих мастерах. И вот каждый месяц мы встречаемся с нашими зрителями, с нашими посетителями музейными. К нам приезжают очень интересные лекторы. Как правило, это киноведы, историки кино, кинокритики из Москвы. И рассказывают об очередной странице истории кино. В следующем месяце в заварке запланированы встречи с известными экспертами кино в рамках нового цикла лекций «Эхо кинофестивалей». 16 марта в Самару приедет главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, а 23-го – киновед Кирилл Горячок. Также до 1 марта в галерее продолжает работу выставка деревянных скульптур Сергея Ключникова «Человек-дерево». Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События.